будут подключаться по ходу спасибо доброе утро уважаемые коллеги мы начинаем очередное 7 седания клуба про оценку ну я рад вообще что она седьмое наверное это будет заключительное заседание этого года и мы начинаем и я сегодня буду один ведущим потому что алексей в командировке но мне будут помогать наши коллеги это как рояль в кустах о котором мы договаривались и но все вы узнаете чуть позже я сейчас запущу презентацию традиционно чтобы отметить на какие вопросы мы сегодня будем отвечать вместе с вами вот я прошу прощения минуту тут довольно у меня уважаемые коллеги видно да все нормально хорошо итак тема нашего сегодняшнего клуба это система мониторинга и оценка некоммерческой организации это конечно продолжение тех тем которые мы обсуждали у нас было два две встречи посвященные индикатором и это был такой ну как бы узкий вопрос в рамках системы мониторинга оценки и нам кажется вот настало время поговорить в целом о системе мониторинга оценки что такое как она строится обсудить примеры которые уже есть в построении таких систем какие вопросы мы будем обсуждать ну вот их несколько но первое из каких компонентов может и должна состоять системы мониторинга и оценки я имею ввиду в некоммерческой организации если ты листаешь у себя презентацию то мы этого не видим мы видим все еще первый слайд листаю что я не услышал у вас первый слайд еще да там после обновления запускать презентацию да я знаю сейчас у всех сейчас вот так нормально так меня попробуй полистать да все нормально теперь да меняется итак у нас несколько вопросов это из каких компонентов может или должна состоять с тем мониторинга оценки некоммерческой организации нужны ли политика процедуры или инструкции по проведению мониторинга оценки нужно ли это формально создавать чтобы система работала мы рассмотрим некоторые примеры реальные построение систем мониторинга оценки дальше обсудим когда приходит время почему возникает необходимости когда именно может возникнуть необходимость в построении такой системы рассмотрим вопрос о внешних консультантах если успеем и но обсудим во что может вылиться создание нко то есть какие ресурсы могут быть необходимы для создания системы если какие-то по ходу вопросы возникнут мы конечно на них остановимся значит мы будем работать следующим образом я просто по порядку у меня будет очень небольшое содержательное вбрасывание а в основном мы будем обсуждать вместе с вами и в общей группе и в малых группах и в конце может быть у меня тоже будет небольшое вбрасывание по поводу привлечения внешних консультант для построения системы итак начинаем первый слайд это определение формально что такое система мониторинга оценка в организации но определение отталкивается от вообще общего определения что такое организационная система да то есть это некоторое такое формальное описание того что необходимо сделать сотрудникам в определенных ситуациях вот и хорошие системы основаны на успешном опыте отделены от людей постоянно совершенствуется в этом смысле мы можем говорить об определенной независимости любой организационной системы включая системы мониторинга и оценки ну то есть имеется ввиду что она должна действовать ну некоторым образом независимо от людей например если люди меняются то система продолжает работать независимо от того кто был исполнителем в какой-то определенный момент время вот зачем нужна система именно мониторинга и оценки в нку она должна помогать отслеживать результаты деятельности организации я подчеркиваю результаты в целом не только проектов или программ но и такой деятельности которая не является проектной до является постоянно вот система должна поставлять информацию руководителям организации необходимым для принятия решений вот краткое определение давайте перейдем сразу к обсуждению вопрос такой из каких компонентов может или должна по вашему мнению состоять система мониторинга и оценки в нку мы будем работать в малых группах нас примерно чуть больше 20 человек 25 я предлагаю три группы малых организовать и полу прошу это сделать нашего но ангел-хранителя технического из фонда гарант и у меня просьба такая вы организуйтесь сами в группах просто сделать кто-то договорить кто-то сделает записи потом будет выступление итак вопрос один на все малые группы из каких компонентов может или должна состоять система мониторинга и оценки в организации и мы ждем пока нас переведут в малой группы и 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 все вернулись у нас так я понял было три группы давайте мы начнем порядку кто был в первой группе кто готов от первой группы выступить Я вот лично не увидела, в какой номер группы, я не знаю, в какой группе я была. Елена, мы точно, не точно, но точно не там, где был я. Можете начинать. Да, хорошо, давайте тогда я буду начинать. Значит, мы, какой у нас результат? Мы пришли, но самое главное, что должно быть в системе мониторинга и оценки в НКО, это сформулированы цели, ради чего вот эти данные мы будем собирать, зачем нам эти мониторить, и что мы будем мониторить. И сформулированы индикаторы, что будем собирать. Потом следующее, это источники, где и от кого мы будем собирать эту информацию для каждого индикатора. Должны быть описаны ресурсы, люди указанные, кто собирает, какие есть возможности, ресурсы выделены для сбора данных, обработки, анализа этих данных. Потом, кто кому передает и как используются эти данные. Обязательно должны быть сроки для каждого индикатора, для каждого этапа оценки сформулированы и как часто. Мы еще говорили о том, что какие виды оценки, нужно ли это заранее планировать, определенные виды оценки. Но, как я поняла, если я не права, группа меня поправит, что заранее может быть не особо оправдано планировать вид оценки. То есть идет мониторинг, сбор данных, и по мере того, какие данные мы получаем, можно сориентироваться, нужна ли еще дополнительная оценка и какой вид оценки будет у нас использован. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, еще одна группа, вот не моя, я за свою буду отвечать. Кто был в другой группе, в третьей? Наверное, мы следующая группа будем считать, да? Да, Ирина, пожалуйста. Слышно меня? Да, 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 Ирина. Мы пришли к выводу, что классическая цепочка, сбор данных, обработка данных и анализ данных и подготовка тех сведений, которые позволяют принять управленческие решения. Поэтому наша система оценки мониторинга, она заточена на сбор данных по определенным компонентам и на их обработку и презентацию в таком виде, чтобы по ним можно было уже что-то понять и принять решение. Компоненты разные, но базовыми, скорее всего, являются те, которые характеризуют работу организации, то есть с одной стороны отслеживают ход работы по отдельным проектам, а с другой стороны элементы, отслеживающие работу текущую по направлениям, по конкретным услугам, по конкретным клиентам, то есть это такие оперативный сбор информации по услугам клиентам. И дальше, может быть, сюда добавлены элементы финансового менеджмента. Можно считать, что мы рассмотрели маленький кейс Оксаны Сергеевой про лечебную педагогику и поняли, что у каждого еще добавляются свои специфические элементы. Например, специфические показатели, связанные с подзаконными актами, с продвижением к принятию какого-либо закона. И тогда мы учитываем и консультации, и экспертизы каких-то актов, и разработку законодательных предложений, то есть общая канва и специфические элементы системы у каждой организации, исходя из ее миссии и так далее. Коллеги, можете дополнить меня? Хорошо. Давайте теперь я выступлю от своей группы. У нас что-то совпало, безусловно, с тем, что уже было сказано, что-то нет. Но действительно, мы начали с того, что должно быть обязательно описание цели, зачем выстраивать систему мониторинга и оценки. Дальше. Еще один момент, которого не было. Я, наверное, перечислю то, что не было в предыдущих высказаниях. По нашему мнению, в описание системы должны быть включены модели, но модели практической деятельности, которые мы используем в своей деятельности. Дальше. Мы тоже согласны с тем, что надо каким-то образом в системе делить описание того, как мы оцениваем проекты, организации, и описание того, как оценивается деятельность или эффективность организации в целом. У нас есть обязательный компонент – это перечень ответственных и откуда мы их берем. Тоже есть описание потока данных. Мы про это говорили. Каким образом они собираются, куда дальше поступают для обработки и как предоставляются для принятия решений. Несколько вещей, которых не было. Первое. Надо определиться при построении системы вопрос с публичностью этих данных. То есть, в какой мере, с кем мы, когда мы обсуждаем эти данные. Уходят ли они на сторону, живут ли в своей жизни или остаются только в организации. Дальше. Описание процедуры обязательно. Включение того, кто принимает в оценке. А вот ресурсы у нас тоже было. Еще у нас был такой пример, если разделять самооценку организации, внутреннюю оценку или самооценивание, и внешнюю оценку, то, например, описание того, как поступать в ситуации, когда проводится внешняя оценка, не нами не ценированная, но ее результаты не совпадают с нашим собственным мнением. То есть, описание каких-то действий, которые надо предпринимать в критических ситуациях. Уважаемые коллеги, есть какие-то дополнения? Можно я дополню еще? Вот ко всем нашим высказываниям подходит то, что сказано сейчас в чате, что оценка проектов, да, это вариант системы, как мы и говорили, но важно строить все не для проектов, а для стратегии организации. Я думаю, что мы об этом сегодня еще будем говорить, что все это должно быть как стратегии встраиваемо. Владимир, у меня тоже есть вопрос. Ну, то есть вопрос. Да, Елена, Елена, да. Ну, я не знаю, как бы к этому блоку обсуждений или нет, просто хочу из своего опыта, поскольку мы разрабатывали свою систему мониторинга в партнерстве с нашим фондом иностранным, да, и у них было вот такое требование, причем это к системе мониторинга нашей, что нужно было сформулировать вопросы, да, с помощью, на которые мы должны получать ответы с помощью нашей системы мониторинга. Я хочу сказать, что мне это сильно помогло, да, вот сформулированные вопросы как-то вот сфокусироваться на том, какие данные нам нужны, да, определить эти индикаторы, описать эти индикаторы, чтобы, ну, действительно получать ответы на вопрос. Вот такой комментарий. у нас есть эти вопросы ну то есть кроме цели еще и какие-то конкретные вопросы раскрывать спасибо уважаемые коллеги я сейчас небольшое сбрасывание сделаю но тоже такое основное на опыте демонстрацию включу ну вот смотрите мы как бы в своей практике такой сформировали список компонентов которые могут может включать себя система мониторинга оценки многое из того что вы говорили совпадает но вот этот список немножко иначе структурировал вообще это касается любой организационной системы не только системы мониторинга цент нам кажется что вот во первых мы разделить уровня если мы говорим что это формализованное описание то нужно разделить вот на три уровня первое это политика она определяет позицию линию поведения организации стандартной ситуации вот второй уровень это процедуры то есть последовательность каких-то определенных шагов в определенных ситуациях алгоритмы действия необходимые для сотрудников уже которые участвуют в работе системы мониторинга оценки и наконец третий уровень это инструкции это совсем такие регламенты которые необходимо выполнять да они могут быть очень детально описанными так далее вот только вот если мы разделим сделаем так и все рассматривать меры конкретные посмотрим как умереть идеальные идеальной ситуации соответствует практике вот но в принципе как нам кажется нужно делать примерно что может включать в системы мониторинга организации насчет конфиденциальности в какой мере данные конфиденциальные данные которые получают в первую очередь для себя и так далее можно ли ими делиться с кем-то нужно ли это всегда вопрос в оценке нужно ли внутренний отчет до который предназначен для внутреннего использования просто вывешивать публично там распространять вода и так далее и таких проявили например вот то что у нас прозвучало сложной ситуации как относиться к выводам внешних специалистов до который не мы приглашали например донор это взять что наше было участвовать в оценке но если эти данные не совпадают как в этой ситуации действует то есть принципы определяет ну некоторые ну возможность определяет способы действий каких-то непредвиденных ситуаций в тех что может быть не всегда можно четко прописать там в инструкциях или в процедуру и конечно еще может быть с нашей точки зрения это глоссарий на термин то есть какие термины мы используем но поскольку в оценке много достаточно мы говорили про это разночтений до каких-то то по крайней мере для себя организации может определиться что имеется ввиду и так далее еще раз подчеркивает идеальный случай ну один только пример я приведу вот к вопросу о том а как политику или как процедуры описывать я один пример приведу что может быть что может составлять ну решение верхнего уровня мониторинга остаться и может использовать вот какие подразделения лица участвуют тоже мы об этом говорили дальше какие документы регламентирует методологию ну например это могут быть там профессиональные стандарты какие-то или могут быть внутри какие-то описание идеи как планируется как организуется как финансируется как используются результаты и в какой мере результат открытый еще раз подчеркиваю это не уровень это просто принципиальное решения важно в политике это указать а давайте мы перейдем у меня следующий вопрос для такого обсуждения широкого в общей группе мы не будем уходить вот смотри звука нет сейчас слышно меня у меня какие-то проблемы с интернетом просто уже целую ночь начиная с вечера сейчас слышно да итак вопрос вопрос такой я описал некоторые дяди некоммерческой организации которые вы представляете вообще нужно так нужно такое формальное описание системы с вашей точки зрения начиная с политики и кончая инструкции можно ли выстраивать систему ну наверно зависит от организации от некоторых параметров организации если организация небольшая молода то я не знаю насколько ей нужно есть нас какие-то молодые организации которые интересуются оценкой могли бы как-то откликнуть просто в некоммерческом секторе очень часто упрекают есть упреки страны менеджера что ну ресурсов не хватает да есть большой объем текущих задач и даже если заниматься мониторингом и оценкой да нужно ли какая-то такая формализация да пожалуйста я вижу добрый день владимир добрый день владимир за много лет наконец-то опять увидел вас а я думаю что то что вы говорите она действительно нужно нужно и я с этим сталкиваюсь и имея 25 лет работы в некоммерческом секторе работы как ресурсный центр для некоммерческих организаций постоянно возникает такая проблема а первая проблема приход новых сотрудников в текучий скадр а поэтому там необходимо скажем сотрудникам сидеть и объяснять ему новые инструкции процедуры и прочее это тяжело то есть не обязательно какие-то требования и стандарты должны быть мне кажется как для на вновь открытой НПО некоммерческой организации таки для существующей некоммерческой организации чтобы понимать что оценивать и как оценивать деятельность организации в будущем вот с этой позиции необходимо вторая позиция вторая позиция которая хотел сказать это вопрос все-таки стандартизации некой стандартизации оказания услуг продажи товаров работ некоммерческой организации существует вот я по центральной Азии работаю знаю что существует разные понимания одного и того же термина разные понимания одних и тех же видов услуги работ да и вот в данном случае наверное то что вы говорите это полезно было бы спасибо хорошо уважаемые коллеги Сергей Готин поднимал руку Владимир спасибо большое с кем мы не знакомы меня зовут Сергей Готин я из Беларуси консалтинговой компании Макон я хотел бы так прокомментировать вот очень часто мы мы когда занимаемся разработкой системы мониторинга и оценки для некоммерческих организаций очень большой соблазн именно упростить саму систему то есть не описывать стандарты не описывать процедуры вот но как показал наш опыт это как раз точно что что ничего нельзя игнорировать то есть обычно мы если организация не может себе позволить разработку полноценной системы не может позволить себе сбор большого количества данных мы отталкиваемся от того как можно ограничить количество решений или количество гипотез которые мы должны проверять системой мониторинга и оценки вот коллега не запомнил имя кто-то говорил по поводу вопросов на которые мы хотим получить ответы вот это гораздо лучше работает то есть если маленькая организация у нее нет большой системы деятельности мы все равно должны отстроить нормальную систему только давайте мы будем собирать данные там для двух-трех вопросов которые для этой организации на этом этапе ее развития являются критичными потому что если мы будем много собирать данные но не будем их обрабатывать не будем отстраивать систему то в конечном счете это не приведет к развитию организации потому что сбор данных будет происходить а в итоге не будет не происходить никаких организационных изменений и не будет происходить изменений в деятельности спасибо спасибо уважаемые коллеги какие-то еще есть соображения да Анатолий вот с таким подходом который Сергей озвучил я как раз очень согласен и для маленькой и для большой организации такая система мониторинга и оценки будет работать то есть если мы действительно видим конечный список вопросов на которые мы ищем ответы отвечаем но тогда у меня возвращение к вопросу предыдущему вопросу компоненты системы мониторинга и оценки и мы не мы не отметили так что в организации должен быть человек который понимает вот эту философию использования чтобы не было сбора данных в нашей группе это озвучилось ради просто данных чтобы не было мониторинга оценки ради мониторинга оценки а чтобы люди видели практическую пользу а для этого нужны люди которые прокачивают эту философию в организации на мой взгляд большой или маленький то есть получается можно даже не описывать систему но в первую очередь нужен человек если мы говорим о маленькой организации который там но озабочен этим имеет опыт хочет этим заниматься берет на себя ответственность и так далее использует постоянно организации туда чем не описать опишите хотя бы вопросы например лиц или что все знали действительно то что абай говорил люди приходят все говорят вот смотри мы заточены вот на эту результативность нам очень важно знать в результате там через год мы должны стать будет результат или нет для этого смотри мы делаем вот тут а тут а тут и уже на все это работает ну то есть система может быть она как бы на уровне одного человека но который как бы объясняет и рассказывает как это может делать да и поддерживает так я понимаю может быть лена лена пожалуйста мы знаем такие примеры я вижу улыбки просто да ну мы сейчас к этому подойдем да лена пожалуйста ну я как бы хочу тоже поддержать вот эту мысль что описание полезно да системы как собираются данные как они хранятся и кем они используются тем более что ну во первых есть тренд сейчас да люди если это просит для себя продумают опишут будут аккуратно собирать и потом отчитываться потому что ну мы сами проходили когда вот годовой отчет начинаешь готовить да и все в ужасе бегают и друг у друга спрашивают где это хранится где здесь это взять а сколько у нас прошло людей ну это ужасный стресс когда эта работа как-то формализованно уже меньше как бы сил тратится на это даже для маленьких организаций очень полезно плюс я считаю сейчас ну нашу цифровую как бы эпоху до время масса есть сервисов и возможности без каких-то таких особых усилий создать ну вот и хранение и сбор данных с помощью вот этих цифровых каких-то вот способов да у нас есть эти возможности вот у нас старая организация мы больше 20 лет работаем я честно скажу вот так описали формально мы ну года полтора назад когда мы готовили новый проект очень большой очень объемный донор просто попросил нас где у вас документ вот он да и ира тут вот я вижу реже что я к ней кинулась с помощью просьбы потому что там были требования которые было непонятно в общем когда это сделано было но я сейчас испытываю огромное облегчение найти на любой вопрос там со стороны донора со стороны людей со стороны сотрудников мне все ответы есть это все прописано плюс у нас все услуги описаны пришлось описать как вот сказали да стандарт пришлось описать все услуги что является консультацией что является там информационным касанием что мы считаем да что мы можем посчитать и сейчас ну масса времени экономится поэтому я за описание систем мониторинг и это может быть разный объем в зависимости от ресурсов и как бы размеров организации елена я правильно понимаю что и само описание там попытка построить систему описывать она позволяет выходить на какие-то другие вещи например описание услуг до которого не было то что может не быть часть систем мониторинга но важно из этого никак и я хочу сказать что какие-то вещи потом докручиваются и дорабатывать тоже нормальный процесс мы поработали вот так увидели что надо уточнить что-то да люди не понимают что здесь значит это вообще нормально хорошо как рамону пожалуйста ваш была следующая рука потом сергей только микрофон надо включить как рамон пожалуйста давайте давайте сергей тогда тогда вы что-то зави слово как рамон не очень хороший интернет я владимир в москве тоже да как как твоему тезису по поводу одного человека вернуться вот здесь я категорически не согласен как минимум по двум причинам то есть первая причина это конфликт интересов потому что если лицо принимающее решение она же занимается сбором анализом обработки данных то здесь возникает проблема когда при лицо принимающее решение особенно если это один человек маленькой организации просто будет когда сказать возвращаться в обратную сторону к подбору тех данных которые ему удобно и выгодно собирать для того чтобы обосновать то решение которое он будет принимать принимать это такой как бы такая ловушка в которую попадают вот организации в которых европейцы бы это назвали так не развиты демократические процессы принятия решений то есть то есть в ситуации когда нету диалога по поводу принимаемых решений и вот вот этот вот элемент конфликта интересов не учитывается вот а вторая как бы часть это это вопрос согласования внутри организации понимания что такое мониторинг и оценка вот один из таких опыток которые мы пришли что сама по себе внутренняя работа внутри организации по поводу согласования вопросов целей процедур потока данных с собираемых данных это уже такой рывок организационного развития то есть то есть вот этот внутренний диалог и внутреннее понимание того что есть что есть что и как бы выстраивание вот этого capacity потенциала организации в понимании как мы построили эту систему чтобы это собиралось не на одном человеке вот он отвечает за мониторинг пусть он как бы это все и делает вся организация должна понимать как эта система работает тогда организация развивается тогда тогда те данные которые собираются нереально позволяют принимать стратегические решения хорошо спасибо давайте анатолий еще по этой теме и мы перейдем следующий уже у меня буквально две ремарки все таки а вот потому что сергей горит я бы сказал что не человек который на котором вся оценка мониторинг оценка завязана это как раз тоже опасная штука на мой взгляд это скорее человек который продвигать и в идеале это всей в организации когда это становится философия всей организации но сначала хотя бы кто-то должен быть драйвером человек который продвигает философию принятия решения на основании достоверных данных я буду об этом бы сказал а не о завязке мониторинга на одном человеке вот и второй комментарий пожалуй сделаю все таки вот елена у меня к вашей организации вопрос вот у вас 20 лет организации 18 с половиной лет вы были успешны или нет как вы думаете первой жизни своей организации не проводя мониторинга оценки не формализуя как вы думаете вы были успешной организации или вы были такой вот знаете у нас такая была видимо какая-то особенность развития нашей организации вот именно сервисы у нас возникли последние три года мы такой знаете как методическая была организация и вот в плане методической работы были очень успешны то есть вот в своем поле да в области профилактики вич мы создавали продукты которые пользовались колоссальным спросом когда мы вышли на сервисную работу работа вот с клиентами ну здесь без мониторинга без системы это невозможно то есть может быть ситуация такая что 18 лет очень успешен вот а у тебя не формализованная система просто как феномен хочу отметить такой такой момент они кстати оценивали еще и других и учили руководитель учил оценки организации да бывают такие феноменальные организации и кстати по новым еще самая последняя ремарка вот то что сказали про централизацию об этом говорила многие подчеркивают вот я до себя отметил например что у нас нет стандартных проектов сейчас в организации то есть мы как молодая организация пять лет всего мы ищем разные вещи и и но мониторинг все равно нужен для принятия вот таких вот правильных решений и здесь не обязательно речь идет о стандартизации вот хотя вопрос на реализации никогда заважен но мне кажется это тоже решение такое да что мы не но это может быть тоже политики такой определенный да то есть свобода определенная в построении системы мониторинг тоже политическое решение уважаемые коллеги у нас следующая тема мы хотим предложить вам несколько примеров таких но небольших коротких времени у нас не очень много которые примеры реальных организаций и так получилось что вот мы когда готовились я попросил получилось разные люди у нас разные организации по типу да вот и сервисные и фонды такие но можно сказать частные фонды да и ресурсные центры и так далее и я сейчас попрошу людей рассказать об этом вот пожалуйста я не знаю кому начать может лена начнет раз вроде разговор про ее организацию зашел уже да давайте мы оттолкнемся вот а то организация которая 20 лет работала и вдруг неожиданно решила как я не знаю на старости или на зрелости лет для организации сложно это возрастая решил построить систему мониторинг я как бы не хотела бы что сложилось что у нас совсем не велось никакой сбора данных но я имела ввиду что так вот я скажу значит я представляю общественную организацию гуманитарный проект мы ведь сервисная организация с 1998 года работаем в россии занимаемся профилактика вич при том что вот большую часть своей жизни мы работали как такой методический центр и ресурсный центр для других организаций ну вот работающих теме вич мы разрабатывали опробировали разные технологии профилактически описывали и давали им там плевку в жизнь там для других людей и большей степени ну вот так вот были известны и с 18 года с 2018 года у нас запустился очень крупный сервисный проект причем вот насколько у нас такая крепкая организация все таки потому что мы запустили сервисы буквально с нуля в своем регионе за год мы достигли очень хороших результатов ну смогли обеспечить каскад услуг для людей из ключевых групп населения нужно пояснить это очень трудно труднодоступные группы то люди употребляющие наркотики там мужчины практикующий секс с мужчинами секс работники дискриминируемые стигматизируемые группы которые очень сложно находить и вовлекать в сервис и убеждать да вызвать доверие у них вот у нас этот сервис весь запустился с нуля и вот благодаря этой работе мы буквально с первых дней выстраивали систему мониторинга потому что в нашей теме кто не в курсе вот как говорится в теме вич вот в плане оценки эффективности одна из самых проработанных тем наверное владимир тоже подтвердит это что на международном уровне у нас сформулировал сформулирована вот эти вот эффективность работы и к чему надо стремиться это ясно и понятно и опираясь вот на этот международный стандарт который есть мы свою систему мониторинга выстраивали то есть у нас есть на первом этапе у нас онлайн-система учета разработана это как бы очень удобный сервис для внесения вот ну данных по всем этапам каскада предоставления услуг что такое каскад у нас есть первый контакт с клиентом да где мы его увидели мы его вносим в данную эта услуга описано что такое информационное касание когда клиент может быть занесен в эту базу данных следующий этап мы его мотивируем на то чтобы он прошел тест на вич потому что у нас есть задача чтобы максимальное количество людей с вич знали о том что у них есть вич следующий этап при положительном результате человек должен дойти до центра спид его нужно сопровождать следующий этап каскада дошедший до лечебного медицинского учреждения должны начать лечение и уже дальше уже с помощью нашей системы отслеживается эффективность лечения ну вот такая вот система учета причем она универсальна мы ее сразу разрабатывали она может быть предложена любому региону потому что более менее вот этот сервис для вич инфицированных людей он похож от во всех регионах нашей страны мы вот сейчас работаем над тем чтобы этот эту систему учета онлайн передать она очень простая очень дружественная потому что у нас есть волонтер у нас 40 человек практически до работает каждый может пользоваться этой системы разные роли у всех разный доступ к услугам вот то что говорили да еще про систему мониторинга очень важно как хранятся эти данные как сохраняется конфиденциальность да вот этот вот у нас все это тоже в системе прописано под какой ролью кто может зайти какой уровень доступа у человека есть да что он может делать с этими данными которым у них есть доступ нас есть уровень доступ самый элементарный когда человек может только внести информацию своему клиенту и есть координаторы которые имеют доступ ко всему объему данных что еще хочу сказать ну вот у нас я сказала да когда стали поскольку у нас очень много людей есть и волонтеры есть аутрич работники это самый такой вот первоначальный уровень пришлось все описать очень подробно каждую услугу она прописана да что делает человек как он вносит какую вкладку в системе мониторинга он открывает что он туда должен внести какой объем информации ну плюс у нас как бы это онлайн система так устроена что если не полностью информация внесена ли какая-то ошибка то она не ну как бы сигнализирует об этом чем еще удобство наша система вот это онлайн учета она как приложение ее можно на телефоне на любом смартфоне тоже себе скачать и пользоваться ей то есть буквально вот услугу предоставил тут же внес данные вот ну вот как бы я сказала все описано людей все время приходится возвращать чем еще хорошо что есть документ где он хранится что люди забывают им постоянно нужно проводить обучение напоминать им вот этот вот часть как бы тоже мы не объяснили не проговорили да вот мы сейчас столкнулись с тем что вот это вот обучение людей постоянный как бы вот мониторинг их знаний тоже нужно проводить это тоже на это нужно закладывает вот систему мониторинга время ответственных да как часто нужно проводить кто это будет проводить у нас сейчас пока это слабо проработано когда уже видим какие-то серьезные проблемы начинаем собирать людей да и и напоминать им как они должны вносить эти данные для чего это нужно кто этим дальше пользуется вот скажу про следующий вот у нас шаг который мы будем делать это автоматизация учета мероприятий сейчас пока вот мероприятия там тренинги какие-то акции это у нас все в ручном режиме учитывается но мы планируем точно такой же вот автоматизацию вот учета помочь по мероприятиям тоже сделать и по всем проектам отдельно то есть по нашей системе можно будет посмотреть объем работы сделаны по отдельному проекту и по ну в общем да совокупно и не знаю что еще сказать не хочется да я скажу про деньги вот это вот онлайн система учет она конечно очень дорогостоящие нас это стало возможно потому что был большой проект и донор который это финансировал он очень привержен вот этой вот достоверности данных чтобы все было четко посчитано чтобы все нормально было отслежено и правильно понял что у вас система она ориентирована на вот анализ услуг которые вы делаете и получается что если будет другой проект но с такими же услугами то она тоже может использоваться она в этом смысле универсально универсально независимо вот вот а услуги довольно стандартно прошу вам вопрос какие то есть елене вот мне кажется особенность такая система мониторинга для довольно стандартных услуг да вот которые вот это слово от лена прозвучал да сергей пожалуйста только кратко только кратко потому что у нас я понял я понял но я просто хотел скорее реплику такое сказать то есть то что елена описала это скорее ведь про процессы не про проект на программную деятельность это не про организацию и и это и здесь контролинговая функция которую донор ожидает она реально решается и как правило донор за это платит и зоной развития такой системы является как бы второй слой формирования стратегической гипотез для организации тогда это позволит еще и собственно развивать деятельность и переходить на проект на программный уровень а вот ну по крайней мере то что я услышал это скорее такие сбор данных именно по процессной работе по операционной работе и и связи с этим вопрос а есть вот этот второй слой вот как эти данные потом используется для того чтобы организация развивалась или или это пока еще в будущем в планах но я сейчас скажу просто как бы в чем так сказать везение может быть да вот для нашей сферы деятельности дело в том что вот этот вот процессный сбор он как раз нам демонстрирует ну за счет вот каскада услуг демонстрирует эффективность нашей работы потому что у нас есть заданы да на международном уровне что вот 95 процентов людей живущих свеч должны знать о том что у них есть вич что 95 процентов людей свеч должны получать терапию 95 процентов из тех кто на терапии должны иметь там неопределяемую вирусную нагрузку и по нашей системе мы это можем видеть допустим процент выявляемости вот у нас допустим есть как бы индикатор что у нас в ключевых группах не меньше десяти процентов должна быть выявляемость если мы видим что у нас меньше процент там пять процентов или шесть значит нам нужно менять какие-то да управленческие решения принимать какую-то стратегию менять где нам других ну как бы людей находить которые имеют высокие риски инфицирование вич если она конечно она влияет на деятельность данные данные конечно влияют если они выпадают из такой классический случай системы мы можем увидеть по географии да в каком там районе города выше выявляемость там пораженность вич инфекции вот наш тест мобиль приехал мы там тестируем и мы видим что в этом районе высокая пораженность там больше десяти там 12 процентов положительных в каком-то районе вообще нету как бы ну положительных мы и мы свои ресурсы свои усилия направляем на высокопораженные регионы принципе говорю что не совсем вот как бы это процесс это про эффективность и про результат тоже спасибо спасибо уважаемые коллеги следующие нас давайте алене богомоловой тоже передадим слово в она мне кажется была вот как раз в ситуации когда там один человек начинал все если я правильно как бы понимаю историю да ален пожалуйста спасибо добрый день слышно меня да 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 благотворительный фонд дорога к дому компании северсталь корпоративный фонд 16 лет фонду 7 регионов реализации проектов в фонде две программы три направления деятельности фонде плюс ресурсный центр проекты четырех типов это проекты которые длительные у которых не определена точка завершения потому что мы не знаем когда там что-то закончится и очень много вводных ситуация меняется условия меняются приоритеты меняются поэтому это такие проекты переходящие в разряд может быть программ или просто деятельности фонда есть проекты которые опробируют какие-то подходы теории технологии целевые группы какие-то способы вообще работы есть проекты которые заключаются в тиражировании уже отработанных и доказавших свои результаты опять же технологии или способов работы но есть просто услуги то есть огромное количество если все перемножить это семь регионов четыре типа активности плюс деятельность фонда в общем много-много разноплановой деятельности на сегодняшний день то что у нас можно назвать систему мониторинга оценки это вообще результат 11-летней целенаправленной работы я вот вчера готовилась к этому посчитала все вообще с 2006 года там практически с первого года существования фонда оценка началась но так тогда еще или почему-то никто не называл то есть были какие-то ну исследования аналитика экспертизы и все такое в общем да но данные уже собирались первое вообще положение первая попытка регламентировать оценку и мониторинг фонде в 10 2010 году летом 2010 года был разработан первый внутренний регламент он назывался положение об оценке проектов программы дорога к дому но тогда одна только программа была поэтому так назывался в тринадцатом году была вторая редакция этого положения в пятнадцатом году это все куда-то исчезла и вот сейчас система мониторинга оценки не регламентирована и вообще это наша одна из наших стратегических задач на ближайшие три года мы вообще тут никуда не торопимся регламентировать в какой-то степени систему мониторинга и оценки что я хочу еще сказать про нашу систему про то что это мониторинг оценка это постоянные непрерывные процессы которые сопровождают все то есть все программы все проекты деятельность фонда и плюс сюда у нас включена вообще оценка ситуации оценка условий там и наших ключевых жизни в принципе там наших ключевых групп групп благополучателей то есть это никогда не заканчивается и мы уже говорим что никогда не началось это просто было всегда есть всегда и будет всегда то есть это не отдельная какая-то подсистема или не отдельная система это действия которые вшиты на всех уровнях пусть они пока там где-то как-то описаны лучше где-то хуже да но это то что всегда вот мы понимаем что бухгалтерские документы для отчетности мы должны собирать по всем своим действиям также и подтверждающие данные результатов мы должны собирать всегда то есть это вот такой наш внутренний что ли принцип который разделяется всеми у нас фонде нет ни одного сотрудника у которого бы прям в должностных обязанностях была оценка включена ли мониторинг так как это мой личный профессиональный интерес как бы я больше всех этим занимаюсь занимать в том что я продвигаю эту идею вообще и в нашем ключевом городе в череповце и в наших еще регионах где мы реализуем проекты то есть я это двигаю я по этим вопросам там консультирую и как-то привожу эту систему в какой-то вид но ни за кем это не закреплено так как это включено во все процессы отдельного бюджета на мониторинг и оценку тоже нету то есть это чуть-чуть про функцию руководителя там проекта или направления это чуть-чуть про деятельность методиста это деньги которые выделяются на например проведение исследований на обмен опытом на обработку данных или там на тиражирование какого-то инструментария потому что некоторые опросы мы еще проводим с бумажными анкетами вот то есть прям отдельно посчитать какую-то строку до денежную такую и тоже конечно посчитать можно но отдельной строчка это не выделяется в принципе вообще идея культура оценки в организации но должно приниматься всеми а ноги не скажу что она всеми разделяется на сегодняшний день но никто не против вот так то есть есть те кто однозначно разделяют поддерживают продвигают и понимают все есть те кто делают потому что так надо делать есть те кто еще более формально к этому относятся на но мы на пути то есть тех кто вообще ничего не делает или говорит нет мы не будем это нам не надо ему не понимаем то есть таких вообще нет и палки в колеса здесь никто нам не вставляет самое важное мы тоже в этом году к этому пришли в нашей системе мониторинга оценки это про что бы ни была эта оценка какие на какие вопросы мы хотим ответить и кто будет и как использовать эти данные то есть если вот этого нет то есть на какой вопрос мы отвечаем например в мониторинге какого-то из наших проектов или услуг или в оценке мнения наших там доноров или других стейкхолдеров всегда начинается все с того какой главный вопрос здесь есть на какой мы хотим ответить и для кого кому нужен этот ответ вот потому что если ответ никому не нужен то какой смысл вообще тратить время деньги и что-то делать очень условно в нашей системе мониторинга есть три крупных блока это мониторинг программ проектов это мониторинг деятельности фонда и мониторинг мониторинг и оценка ситуации системы мониторинг и оценка по каждому проекту так скажем правила игры определены то есть руководитель проекта через грантовый конкурс этот проект нам пришел или каким-то другим путем нас несколько механизмов проектов попадания проектов фонд то есть часть закреплена в договоре ну просто что он должен делать например там аналитический отчет два раза в месяц каждый квартал остается таблица показатели определенная которая ведется с 2007 года по ключевым показателям там мониторинг степени профессионального выгорания специалистов это то чем мы тоже отдельно занимаемся и про это тоже у нас собираются данные все руководители направлений фонде тоже знают что их там ежегодно ждет оценка со стороны стейкхолдеров это у нас пять групп стейкхолдеров это сами специалисты где которые реализуют деятельность это благополучатели это наши партнеры это наши представители нашего донора и ну специалисты либо проекта либо фонда тут зависимости от того с чем больше связана деятельность взаимооценка сотрудников у нас происходит ну на уровне фонда такие разные ну и внешне раз пять лет обязательно это требование нашего донора ну и оценка ситуации мониторинг ситуации которые мы постоянно проводим это такие ключевые для нас темы то есть семья как социальный институт проблемы в регионах реализации проектов где мы работаем динамика информированности горожан и общежителей территория нашей деятельности ну и конечно там быть маркинг частных корпоративных фондов это тоже то что мы всегда смотрим вот наверное готова ответить на вопросы могу много рассказывать спасибо интересно у нас две организации разные одни 20 лет работали и решили сделать систему другие сразу начали делать но она еще вроде как бы не описано да то есть получается такая интересная ситуация да пожалуйста вопрос коллеги если есть у меня вопрос да соленой когда говорим у нее всегда столько слоев и их надо спрашивать расспрашивать алена можете очень кратенько сказать как у вас происходит взаимооценивание сотрудников да скажу кратко эта практика введена с 2018 года когда у нас произошла очередная смена руководства в конце года у нас проводится анонимные онлайн анкетирование у нас есть пять вопросов на которые в отношении каждого сотрудника отвечает каждый сотрудник и это вписано вообще в систему премирования результаты взаимооценки сотрудников это на основе этих результатов рассчитывается коэффициент который влияет на размер годовой премии но годовая премия тоже светит сотруднику только если он там еще перед этим порядка 12 пунктов выполнил вот это у нас анкетирование по таким пунктом спасибо огромное да алена ощущение такое что у вас там практика много оценки то есть может быть нету политики типа да хотя ну сформулированные но практика оценки накоплено очень много за эти годы спасибо у нас еще два случая есть ирина решет и анатолий болотный не знаю с кого кто начнет ирина может вы да хорошо я расскажу наверно про три момента начну с кратенького очень экскурс об истории с чего все начиналось потому что наша организация уже два сколько 95 года существуем когда-то в те далекие годы у нас было 12 филиалов и нам нужно было проводить например по 12 регионам ну или по какому-то количеству регионов программы одинаково представьте себе если есть некий тренинг некая программа и нужно везде провести одинаково но понятно что потом хочется сравнить у кого как получилось а у кого лучше у кого хуже а у кого вообще нормально у кого ненормально что такое нормально это значит что-то средненькое и вот естественным образом получается значит надо что-то измерить а потом от этого что-то смотреть лучше хуже а если лучше то попытаться понять почему лучше какие аспекты повлияли на это собственно говоря вот получается некая система оценки и мониторинга но мы при этом всегда исходили от стратегии то есть исходили из того что есть некая стратегия организации подчиненной миссии так далее реализуется наша стратегия через программы но каждая программа имеет ряд этапов делится на проекты и соответственно есть некие общие показатели относящиеся к программам есть показатели стратегического уровня которые будут реализованы если программы выполнены есть показатели уже будут проекты и проекты меняются а показатели некоторые остаются из проектов проект но при этом так как проекты часто реализуются за счет донорской поддержки есть еще приоритеты донора и к этому всему добавляются отдельные не только наши показатели но и приоритеты донора потому что например когда обращается донор и говорит а теперь посчитай и скажи сколько у вас было на этом семинаре не знаю мужчин сколько женщин там или другой приоритет сколько было из сельской местности сколько из городской сколько там опытных неопытных ты понимаешь да этот показатель действительно важен потому что мы здесь его посчитали а потом вдруг всплывает через сколько-то лет еще раз и получается что показатель это действительно очень такая интересная штука и еще что я бы добавила мы проводили тоже больше десяти лет назад конференцию ресурсных центров там было у нас скажем ну классический вариант мы считали количество участников было 100 участников был список участников вот элемент оценки и мониторинга и подтверждение через список участников посчитали положили все хорошо потом вспомнили об этой ситуации решили спустя 10 с лишним лет посмотреть а что же у нас произошло и взяли тот же показатель и сравнили а кто из тех же ресурсных центров остался в живых и оказалось что такой так но большинство действительно остались продолжают работу руководители даже если ушли в другие организации все но стали с некоммерческом секторе и так далее и так мы поняли что из вот этого нашего ну любопытство наверно сравнить старые показатели и новые родилось исследование работы ресурсных центров это еще раз подчеркиваю что когда есть система мониторинга оценки есть верифицированные показатели есть списки аналитика старая а потом ты получаешь новую аналитику то вот из этого и возникают новые данные на основе которых можешь выстраивать и управленческие решения и прогнозировать будущее вот готовы ответить на вопрос или может быть коллеги дополнил который сейчас на камчатке володя звук выключен получается что вы на протяжении многих лет собирается некоторый набор данных до которые может быть даже но не всегда выстреливают вот сиюминутно да ну может быть они нужны там в проектах да но получается так что может быть даже какое-то разделение во времени относительно того что но вот были данные потом потому состава ресурсных центров а сейчас решили провести исследование через 10 лет но все эти 10 лет данные собирались все равно или нет мне термин очень понравился озеро данных которым много-много разных данных это из этого озера можешь будет сейчас вот это а потом вот это я бы хотела наверное добавить еще тоже то что мы сталкивались именно с тем ситуация когда вы делаете более-менее ну как бы может даже похожую работу и даже стремитесь к определенной цели особенно в программных вещах но некоторые данные они могут или устаревать или уже не соответствует действительности и там вот должна быть обязательно преемственность показателей но у нас там например сначала мы собирали там данные что сколько сми пишут об нко да и соответственно это бы собирали ну там по пяти сми каждый там вот филиал собирал 5 газет мониторил там ситуацию и там еще что такое но потом оказалось что информации уже очень много и она просто не отражает ситуацию которая нас интересует нас стала интересовать именно что это не просто какая-то информация это именно например аналитические какие-то вещи которые связаны с некоммерческими организациями то есть более такой более другой показатель да вот ну и конечно вот возникало там постоянно то что ты роговарит что донор то мы считаем мужчина и женщина то мы считаем молодежь у вас приходит клиент как вы его спросите если еще можно определить что это там но особенно раньше это был что-то мужчина и женщина трансгендеры тогда не особо никогда не упоминалось но вот спрашивать сколько вам лет вы относитесь к категории молодых и сколько вообще нужно определить что что такое молодой человек что такое младенький уважаемые коллеги вопросы какие то то есть это пример ресурсного центра до который ведет очень широкую такую деятельность разнообразную по поддержке нко и она сфокусирована на этом да и вопрос стоит о том что данных иногда для многих заинтересованных лиц требуется много и поэтому нужен какой-то такой набор достать достаточно обширный да достаточно обширный и так далее если какие то вопросы ну вообще-то я могу у меня есть вопрос дело в том что да дело в том что все данные они чего-то стоят и ну как вы можете получить все данные но это вам может стоить и руку и ногу как говорят да в других странах поэтому мне ну и здесь есть вопрос вот этой процессности и проектности сергей поднял этот вопрос перед предыдущим спикером и мне очень он меня очень занимает мне представляется что организации строят свою работу все-таки по процессному принципу я имею ввиду организации долго существующие и оказывающие сервисы и и сбор данных необходим для эффективности вот этих процессов и только после того как вы оказываете хорошие услуги у вас отлажены эти процессы есть контроль качества исполнения оказания этих услуг то тогда довольно хорошо отчитываться и перед проектами потому что вы же не ну если организация не делает какой-то специально работе а ну так вот как например центр лечебной педагогики специализирует на сервисе и оказывает сервисы и и иногда в проекте может быть забор запрос на специфические данные это то что ирина сейчас описала и удовлетворяет но это разово а самое главное это все таки вот этот костяк скорее так в том ключе как лена описала сбор данных именно по процессному типу но мне представляется что процессный процессный характер деятельности он ни в коем случае не хуже чем программной или проектной сергей сказала вы говорит перейдете на следующий уровень или нет но я не вижу что это как бы что у какого-то из них есть преимущество да оксана спасибо вот мне кажется я бы тоже ну завершая случай да степы и я бы сказал так что у меня тоже вот складывается ощущение такое что для любой организации но вот и случае с еленой соленой да с фондом все равно очень важно для систем мониторинга может быть начинать с этого надо я не знаю но есть какой-то костяк костяк вот костяк да костяк косяк костяк данных которые необходимы организации которые отражают специфику деятельности услуг и так далее и может быть вот я кстати думаю может вывод такой на будущее что может быть с этого надо начинать что нужно определиться с этим набором до первичных таких которые ну минимально необходим для того чтобы понимать в какой мере там неважно даже проект или организация там в целом оценивается вот это мне кажется очень важный вывод из всего того что мы сейчас вот услышали до примеры он может быть точно разные для разных организаций он может быть достаточно дорогой в сборе да или наоборот очень простой тут это следующий вопрос какие ресурсы но должен быть какой-то поток до налажен такой постоянный чтобы мы могли сравнивать да мы могли бы смотреть что происходит и ну вот такой образ у меня сложился и у нас еще один случай анатолий заболотный только он куда-то исчез просто четвертый мы договаривались заранее анатолий нету ощущение что он вылетел вылетел да но кстати у нас и время подходит концу между прочим уважаемые коллеги вот что я хотел сказать а он сейчас он заходит да заходит давайте секунду я чувствую мы немножко задержимся по сравнению с обычным сроком минут на 10 я так заранее предупреждаю да да я здесь анатолий мы ждали понял я да и что я выпадал у меня свет вырубился давайте я коротко изложу потому что я знаю что совершенно нет времени но мой кейс будет интересен это тем что это кейс не очень успешного внедрения системы мониторинга и оценки в жизнедеятельность большой организации это был частный фонд в украине фонд рината ахметова и с годовым бюджетом от 10 до 40 миллионов долларов очень крупный фонд 80 сотрудников и где-то на шестом седьмом году жизни мы решили что нужно создать подразделения по проведению системы мониторинга по мониторингу оценки и задекларированы задекларировано было то что это для того чтобы улучшить эффективность наших проектов опыт на самом деле был успешный если то есть он был хороший он был очень безумно полезен для организации но через три года мы его мы закрыли этот отдел в котором было четыре человека вот он достаточно большой был и вот наверное по каким причинам и ну и и сменили подходы в сфере мониторинга и оценки вот по каким наверное причинам это было сделано ну во первых мы не ограничили то количество вопросов на которые мы могли бы получать ответы в ходе деятельности этого отдела задекларировали слишком широко что вот в принципе как бы если есть потребность у менеджмента что-то улучшить в организации в своем проекте то или в своей программе то отдел должен им помочь в этом плане если мы бы сформулировали вопросы я думаю что нам бы сильно помогло поэтому если будете делать систему делайте сразу это все понимали для чего работает второй момент почему тут возникли некоторые сложности это кому нужен был кому нужна была эта информация кто как ее мог использовать и предполагалось что это для трех групп что менеджмент проекта будет совершенствовать а директор для того чтобы он понимал и в конце концов получилось так что директор было главным заказчиком а третий тоже очень важный это учредитель фонда и вот тут произошел на самом деле некоторый сбой потому что учредитель фонда человек из бизнеса и он не очень доверял внутренней оценке то есть как человек по бизнесу он четко понимал что внутренняя оценка зачастую ее можно это это не всегда достоверные данные то есть менеджмент может играть в бизнесе этому посвящается очень многое вообще на самом деле как ограничить власть власть менеджмента как соблюсти интересы всех ну и классический пример в бизнесе это энрон который привлекал внешнюю аудиторскую компанию артур андерсон и обе компании умерли в результате потому что они настолько хитро манипулируют то есть там возможно все в общем короче здесь такого-то общего какого-то не было максимализации использования тех данных которые мы получали следующий момент это характер проектов то что у нас все проекты носили экспериментальный характер и и и тут вопрос успеха на самом деле проекта успешности проекта он очень тяжелый нас то есть даже получат отрицательные данные то в условиях эксперимента это это тоже хорошо то есть у тебя не сработало ты понимаешь это не работает надо попробовать что-то другое вот а а когда ты делаешь такую достаточно формализованную систему оценки она тебе просто говорит это было неуспешно то есть это это не получилось и так или иначе это воздействовало на людей так или иначе это порождало конфликты то что внутри организации существуют люди которые говорят насколько я успешен а или насколько я не успешен вот и это всегда проблема таких организаций я знаю что европейский союз очень долго пытался понять что делать со своими программами и разделял эту структуру выделял как ее отдельную и удалял как можно дальше но просто люди работают вместе на самом деле и это это плохо влияет на взаимоотношения внутри команды а когда ты становишь ты оцениваешь успешность других ну и философия тоже философия организации была немножко такой что люди предпочитали всегда поощрялось следующее ты берешь себе ставишь какие-то безумные задачи вот и да ты добиваешься 70 процентов все равно успешен потому что ну потому что ты сделал прорыв ты добился чего-то интересного ты сделал что-то великое реально вот там поменял систему оценки туберкулеза в стране это же круто вот но ты заложил там несколько параметров для успеха и оценка тебе показывает что ты на 70 процентов всего успешен а кстати говоря эта оценка потом все так или иначе подвязывалась к системе оплате вот и примерование и и и тут возникал такой внутренний конфликт уже внутри менеджмента как как какое управленческое решение так или иначе принять вот то что елена говорила например когда свой кейс приводила наши данные показывают что у нас там проблематично а правильное управленческое решение пойти не в трудный или накосить я ваш приужив зуб пойти не в трудный на самом деле район где очень все сложное и твои данные еще 72 правильное управленческое решение в этот момент такой хитрое очень вот пойти в благополучный район и получить хорошие данные с тем что у тебя вся статистика улучшится многие клиники кстати говоря так делают и начали западные когда они просто не берут сложные случаи и начинают брать легкие случаи и тогда они всем демонстрирую вот по бизнесу мой успех хорош я trend 90% излечения такого-то рака. Вау, аплодисменты. Ха-ха, я просто не беру сложные случаи. И, соответственно, это рушило в некотором смысле плохо влияло и на эту философию, этот дух взять себе глобальную задачу и попробовать добиться того, что я могу в этом добиться. Все равно ты будешь лучшим. Но формальная оценка тебе показывает, что ты на 70% хорош, что не каждый звездный человек любит. И, в конце концов, мы решили, исходя из этого, еще раз говорю, что это была безумно интересная практика. Мне, как руководителю, это очень понравилось, но я решил, что это надо закрывать и возвращаться к предыдущему варианту, когда мы максимально пытаемся вшить мониторинг и оценку в сам проект. Менеджмент лучше всех понимает, что там происходит. В силу экспериментального характера всех проектов это будет нормально. В общем, перестроились, отдел закрыли, конфликт убрали и повели организацию немножко по другому пути. Все. Хороший опыт. Создать систему и потом отказаться от нее. Ну, я... Да, впечатляюще. Вопросы к Анатолию есть? Вопросов нет, но да, спасибо, что Анатолий поделился. Нет, это правда очень ценно, впечатляет, да. Это и так бывает. Ну, классно, что люди приняли решение. Спасибо. Мне кажется, очень интересная тема затронута такая. Она может быть не про систему, но я бы сказал про принципы системы, про политику. То, что Алена немножко сказала, да, про оценку и там про увязку премий, да. Это, конечно, не часто в НКО случается. Тут речь идет о больших организациях, да, частных, корпоративных, вот. Но интересный момент, вот, действительно, я бы даже не по KPI говорил, да, хотя это пример KPI, но я бы говорил про то, как анализировать данные, интерпретировать, да, насколько данные вот такие, причем хорошо собранные, да, качественные данные, но на самом деле могут интерпретироваться таким образом, что, ну, или вредить людям, да, там, ну, и это личное. Или, с другой стороны, ну, вот, как поход в благополучные районы, да. Интересный такой момент, что иногда изощренной, хорошо построенной системой мониторинга, да, возникает вопрос, как с этими данными иметь дело, да, и как их интерпретировать, какие выводы делать из того, что мы получили, да. Это интересный момент такой. Вот. Насчет проблемы тоже внутренней оценки, вот это, ну, то, что со стороны может казаться, да, когда люди заинтересованы, да, и вопрос возникает. Есть такой термин, если не ошибаюсь, ну, он вот в импакт инвестирования есть, я сейчас английский не вспомню, может быть, кто-то мне напомнит, да, такое, ну, приукрашивание, это можно так привести, приукрашивание результатов, да, и тут тоже интересный момент, что система мониторинга, да, если она у нас есть, то вообще-то это приукрашивание может быть, ну, как бы неоспоримым, я имею в виду, вот, неоспоримым, да, то есть, ну, как вы можете говорить о приукрашивании со стороны, когда у нас есть система мониторинга, да, такая изощренная, вот она сделанная, и попробуйте опровергнуть эти данные, да, тут же влезать надо. Вообще-то тоже интересный такой момент связанный. Да, Анатолий. Я просто хочу напомнить про пример программы, которые в Америке делали, там ни одного успевающего, когда выстроили KPI неправильные, поставили цели, сделали систему сбора данных, ну то есть она же нормальная в государственной системе образовательной школы, она хорошо собирает, они объективные данные, это оценки. Вот. И все, программа застимулировала людей, учителей врать, обманывать, подтасовывать данные, и она просто дала ужасные результаты. Вот такая была. При наличии очень хорошей системы и вроде бы верифицируемой. Уважаемые коллеги, у нас время подходит к концу нашей встречи. У меня, честно, я могу сказать, было два вопроса, если вы вернетесь к презентации. Это один вопрос был связан с поиском внешних консультантов, но я не думаю, что он сейчас актуален сильно. А второй вопрос был про ресурсы, связанные с оценкой. Но время, к сожалению, подходит к концу. Может быть, у кого-то остались какие-то вопросы по системе мониторинга, может быть, что-то хотелось прояснить, может быть, есть какие-то пожелания на будущее. Бросать нам эту тему, заканчивать или нет. Тем более, что, похоже, я сейчас не могу точно сказать, мы не договорились, будут каникулы зимние, отдых, и будет ли иметь смысл делать следующее заседание именно во второй четверг месяца. Поэтому традиционно я не закончу тем, что мы объявим следующую встречу. Следить за объявлением, надо просто нам принять решение. Но, тем не менее, про систему мониторинга. Может быть, остались какие-то комментарии. Я просто не хочу дальше продолжать обсуждение. Ну, просто временем ограничено, надо заканчивать. Ну, фиксирую, что два вопроса мы не успели просто. Но мне кажется, это нормально. Пожалуйста, есть ли что-то, что хотелось бы сказать или, может быть, пожелать? Ну, я хочу сказать, что спасибо за эти клубы. Вот в нашей теме, в теме ВИЧ, эта тема построения системы мониторинга очень актуальна, и причем для небольших организаций. И я вот пользуюсь случаем тоже, что вот Елена Павловна, Ира Решта, и Владимир, вы все здесь, да, мне очень много дало вот это обучение на ступенях эффективности. И я вот прям склоняюсь к каким-то моделям, да, разработке вот каких-то базовых моделей системы мониторинга вот именно под наши проекты по ВИЧ. Ну, вот такой комментарий, не знаю, насколько он ценный и нужный. И вот потребность в обучении мониторингу колоссальная. То есть мы анонсировали свой тренинг для наших партнеров, и мы его никак не можем провести из-за загруженности. Мне все время люди пишут, а когда, а когда, а когда вот это обучение, ну, и разобраться с этим, потребность у людей колоссальная. А мне вот, я тоже хотел сказать, что мне кажется, вот даже со случаем познакомишься, более-менее зная вообще, ну, кейсы изнутри, я хочу сказать, что вот я чем больше говорю про систему мониторинга, вот тот первый слайд, который был, где как бы так стройно описано, что должна включать систему мониторинга, да. Когда сталкиваешься с жизнью, ты понимаешь, что, ну, на самом деле не все так радужно, да, и что вообще-то системы мониторинга, они очень разные для организации. И это вопрос. То есть мы исходим из того, что вроде бы даже мониторинг, я не про оценку, мониторинг, ну, можно стандартизировать, да, это можно сделать. Но когда ты сталкиваешься с разными организациями, ты понимаешь, что там решения очень индивидуальные, очень такие, ну, есть какие-то принципы, и, ну, да, должны быть индикаторы, все про это знают, да, в системе мониторинга должны быть индикаторы. Там, а если мы про оценку говорим, надо разделять внутреннюю и внешнюю, вроде просто, но если говорить о реальной деятельности и о том, чтобы эта система генерила полезную действительно информацию, которая позволяет там организации, ну, очень хорошо себя чувствовать в своей сфере деятельности и принимать обоснованные решения, то получается такая вещь очень, ну, как бы творческая, разная, и для разных организаций она может быть очень по-разному выглядеть, да, и только так, ну, мы говорим, системы мониторинга внешне, да, но на самом деле внутри очень разные, может быть. Это у меня просто такие мысли вот к концу заседания возникли. Если у кого-то есть еще что-то сказать, я готов. Владимир, если, если позволите, я... Да, Сергей, пожалуйста. Да, поблагодарить просто за очень важную тему, которую вы подняли на этой встрече. Я первый раз попал на этот клуб благодаря посту в Фейсбуке Алексея. Если бы не он, я бы не узнал, что идут такие вообще клубные встречи. Но эта тема просто очень... Ну, она в сфере таких интересов моих, в том числе научных, находится. И мне кажется, что стоило бы продолжать, потому что здесь есть очень много разворотов интересных. И как использовать данные, и как сделать этот процесс малобюджетным. И вот этот вот разрез между процессным и проектным подходом. Я был бы очень рад. Если что-то от меня зависит, или я могу чем-то помочь в этом процессе, я буду очень признателен. Да, Сергей, спасибо. Ну, хорошо. Давайте мы это будем завершать. Я откликнусь как-то на такой комментарий Сергея. Ну, во-первых, информация действительно Алексей постит. В этот раз нет. Есть информация в группе проектирования и оценка. Мы планируем вообще-то сделать сайт клуба в будущем. Но еще я хочу сказать по поводу прошлых заседаний. Вы же получаете, те, кто присутствовал, получаете потом от фонда «Гарант». Спасибо Марине Михайловой и коллегам ее, которые поддерживают это. Получается такую информацию о записи, во-первых. То есть вообще-то можно вернуться к заседаниям клуба, если интересно, послушать и узнать, что там было. Там у нас седьмое уже заседание было. Так что те, кто зарегистрировался на эту встречу, получат письмо потом с перечнем. Оно все время повторяется и как бы больше становится. Спасибо. Теперь второе. Я не могу сейчас назвать точную дату, потому что на праздники подходят. Но мы обязательно проинформируем. И сделаем информацию и будет о том. Встреча обязательно будет следующая. Мы не планируем бросаться. И подумаем о теме интересной и значимой. Может быть, продолжим тему системы мониторинга. И в заключение хочу вас всех поздравить с наступающим Новым годом, с Рождеством, кто празднует Рождество, со всеми, независимо от конфессий. И ответвлений, и дат. И я хочу пожелать вам удачи, успеха. Мне кажется, оценка развивается. Мы можем констатировать, что это... Я рад, что вы приходите и заинтересованы. И просто хотелось бы, может быть, побольше таких обратных связей. Да, и самое главное еще информация о темах, которые действительно интересны. Да, и к которым можно было бы готовиться. Вот. И приглашаю всех продолжать участвовать активно. И вопросы задавать. И делиться своим. Спасибо вам всем еще раз. С наступающим Новым годом. Надеюсь, он будет лучше, чем предыдущий. Еще лучше. Вот. Так. И всем удачи, успехов и благополучия вашим организациям, самое главное, вашему делу. Спасибо. До свидания.